Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Николай Орзюнов. Вы находитесь в культурном пространстве Солнца Севера. И сегодня у нас уважаемый гость Алексей Шептунов, лидер легендарной группы MoonFarway. Сегодня мы пообщаемся с Алексеем на предмет традиционной культуры, фолклора. Также Алексей нас, скажем, попросит, а мы, я надеюсь, подпоем, то есть будут северные напевы определенные. И после этого Алексей ответит на ваши вопросы. Я думаю, мы где-то в рамках полутора часов все это проведем, немножко ориентируясь на время. Хотя вопросы у нас будут касаться, так скажем, вопросов вечных где-то. Собственно, Алексей, хотел первым же вопросом, такой немножко... Можно я представлюсь немножко сначала. О, да, пожалуйста, конечно. Дорогие друзья, добрый день. Я, поскольку не знаю всех, кто здесь собрался, не знаю, какое вы имеете... Что вы знаете о группе MoonFarway, обо мне. Просто расскажу, что с 94-го года существует наш проект. Мы еще были студентами, был создан этот проект. И изначально он был ориентирован на готику, на Dark Wave. Потом мы очень заинтересовались русским фольклором. И это стало определяющей темой в нашем творчестве. Были записаны некоторые треки, альбомы в этой стилистике. Мы поменяли свое отношение к жанру в целом. Потом я, собственно, занялся фольклористикой как наукой. Защитил магистрскую диссертацию на эту тему. Занимался фольклором Архангельской области. И сегодня мне бы хотелось рассказать вам не только о группе, а о каких-то своих мироощущениях своем. Оно, сразу вас предупреждаю, оно не совсем, может быть, находится в русле установившихся взглядов на фольклор, на пути развития культуры. Но это какие-то мои соображения. Поэтому не в защите, это будет мое мнение. И мне бы хотелось, опять же, чтобы мы, поскольку заявили эту встречу как формат, как лекции, чтобы вы что-то отсюда и вынесли тоже. То есть какие-то объективные знания о фольклоре. Я думаю, что мы вполне можем это проговорить и как-то вот тоже какие-то точки надо поставить. Ну и да, я хотел бы, чтобы мы попробовали не то, чтобы попеть, или там я бы что-то спел. Мы попробуем, я вам попробую показать, как это работает. И, может быть, это будет гораздо полезнее, чем несколько лекций. Спасибо, Алексей. Как раз мой первый вопрос будет немножко провокационным, но он связан с определениями и понятиями. Вот в твоих интервью я подмечал такую линию, что, в частности, цитирую, фольклор – это то, что передается по наследству, то, чему тебя научили от колыбели. Я, например, считаю, что понятие фольклора связано с замиранием традиции. То есть живая традиция – это как раз то, что бытует. А фольклор – это та, скажем, область, которую начинают изучать в тот момент, когда перестают, так скажем, ею жить. Вот как бы ты все-таки разделил традицию и фольклор в этом плане? Ну, если я тебя правильно понял, под фольклором ты понимаешь некий образ, который формирует наука, которая входит в этот поток, да? Но при этом и она является внешней по отношению к фольклору. Она фиксирует некий образ внешне, абсолютно абстрагированно, и она его изучает как некое мертвое тело. Но это, в принципе, наверное, обычный метод науки, потому что наука так работает. Наука, она как бы субъективизируется от некого явления всегда, потому что становиться частью его – это, в общем, тоже достаточно пагубно. Хотя для фольклора это очень важный такой подход как таковой. Но на самом деле не совсем верный подход, потому что я исхожу из того, что мы можем говорить о замирании или о смерти каких-то жанров фольклора, какого-то вида фольклора, традиционного фольклора в том числе, эпической традиции. Но фольклор – это свойство человеческого бессознательного, коллективного бессознательного. И это свойство, фольклор в этом виде, оно не умрет никогда, он просто будет вечно трансформироваться из формы в форму. Традиционный фольклор, он свойственный людям одного. Мировоззрение сегодня существует столь же важный пласт современного фольклора, который еще далеко, не так глубоко изучен. Но это гораздо, это тоже очень интересное направление. То есть мы находимся в потоке, который будет существовать всегда, пока живо человечество. И фольклор по этому тоже будет существовать, пока живо человечество просто в форме меняется. То есть все-таки под фольклором ты понимаешь в целом саму традицию в ее культурном таком развороте. То есть фольклор – это нечто как раз длящееся. Фольклор – это свойство коллективного бессознательного, скажем так, для меня прежде всего, которое имеет признаки, мы тоже об этом, наверное, поговорим, фольклор – это не искусство, по большому счету, поэтому ему нельзя научиться. Вообще, я предлагаю, опять же, чтобы, не знаю, кто здесь собрался, и имеет ли кто-то отношение к фольклористике в целом и к филологии в частности. Может быть, давайте мы просто, вот я проговорю, что такое фольклор, каковы качества фольклора. Может быть, кто-то об этом знает, вы можете мне подсказать первыми. Давайте начнем, может быть, с вас. Да, я поддержу Николая Рутюнова в том смысле, что сейчас существует действительно два подхода к фольклору. Первый – это фольклор, условно говоря, Усть-Цильмы, ну, как столица фольклора. Извините, сейчас… А второй – это… Пардон, я вас прерву. Я предложил разговор про определение и про свойства фольклора сейчас. Давайте мы определим для себя, что это такое, и какие-то его… Или могу я просто рассказать, перечислить это очень кратко. Вот как раз я и хотел дать определение. То есть, условно говоря, у нас есть фольклор Усть-Цильмы и фольклор клуба «The Place» или там «Money Honey», в которых проводятся разные фольклорные мероприятия, где исполняют фолк-рок, дарк-фолк и прочее. Вот фолк-рок, далк, дарк-фолк – это как бы, если я правильно понимаю, это длящиеся, да, то есть это то, что в коллективном бессознательном и все время, как сказать, эманируется, да, через вот эти, допустим, группы. Ну и через вашу тоже группу, как я понял, потому что вы тоже примеры с этого начали. А есть фольклор, который, вот, как сказать, как я его называю, там, в нашей Ирландии, там и так далее, это вот Поморье, там, Архангельская область, Печора. Это то, что передается действительно вот от прадедов к правнукам и то, что сохраняется вот в таком, как вот в холодильнике, что называется. Вот два определения фольклора в личном моем понимании. Ну, это примеры, вы приводите примеры. Есть, скажем так, черты фольклора по учебникам, по Википедии, по вот всем исследованиям. Давайте просто тогда пробежимся, как это все определяется, да. Вот это, ну, прежде всего, фольклор определяется как устное, устное народное творчество, то есть нечто изначально не имеющее отношения к записи и к литературе, да, то есть то, что не фиксируется, то, что передается без записи. Но здесь уже заложена такая фундаментальная позиция, потому что в науке и в российской фольклористике фольклористика вообще – это часть филологии. То есть мы изучаем фольклор прежде всего как текст, хотя изначально в определении, в любом определении – это устное творчество народа. Это первая позиция. Вторая – анонимность фольклора, да, то есть то, что фольклор не имеет авторов. Очень противоречивая тоже вещь, хотя все скажут, что фольклор, да, в российском авторском праве фольклор не имеет отношения к авторскому праву по определению, да, например, по закону об авторском праве. Но мы часто записываем талантливых сказителей, которые придают тем или иным произведениям очень явственную черту собственной личности. И без этого их песни были бы, наверное, гораздо более слабыми. То есть эта черта, анонимность, она на самом деле очень современная и очень интересная для исследования, потому что это то, к чему приходят современные философы, Роман Барт и так далее. Смерть автора и вот это вот все, но в той или иной степени. Конец времени композитора и так далее. Это вообще тоже интереснейшая концепция, мы об этом, может быть, поговорим, если это то, о чем я думаю и то, что мы пытаемся как-то осмыслять. Третье – это коллективность, то есть фольклор всегда свойственен какому-то обществу, какому-то социуму. И он всегда отображает его идеологию. То есть фольклор всегда присущ какому-то человеческому коллективу, будь то народ, будь то профессиональная группа, будь то случайная группа. Если у нас вот сегодня мы вечером соберемся, начнем пить пиво, и у нас начнутся какие-то между нами какие-то рассказы про то, как там что-то там такое было, это будет локальный фольклор нашего общества за сегодняшний вечер. То есть мы можем объединиться вот в этом плане, у нас появится общность, и у нас появится общий фольклор, какая-то небольшая, но такая интересная прослойка. Третье – это вариативность фольклора, вернее, лучше, прежде всего, скажем, о традиционности. То есть фольклорные формы передаются из поколения в поколение и передаются в достаточно сохранном виде. Традиционность фольклора – это то, почему иногда мы фольклор называем традицией с большой буквы, потому что он, как мы думаем, он неизменен, и он несет в себе какие-то вечные ценности. Следующая черта фольклора – это вариативность. И она тоже, эта черта, входит в очень интересную оппозицию с традиционностью, потому что мы можем сказать, что это одно противоречит другому, но каждое исполнение фольклора, любое исполнение фольклора, даже если вы записали ту же Усть-Цильму, и вы ее слово в слово выучили, и вы повторяете любое движение, но в вашем исполнении это тоже будет уже вариант. Хотите вы или не хотите – это уже ваш вариант. То есть никогда ни одна песня не повторяется слово в слово с одной и той же интонацией, даже в каком-то очень узком коллективе. И еще одна черта фольклора – это синкретизм. То есть соединение в себе разных видов деятельности человека и разных видов искусств, в том числе – это танец, и это ритуал, что очень важно. Вообще очень многие исследователи считают, что без ритуала фольклор невозможен, и что вообще фольклорные тексты – это всего лишь редуцированные остатки ритуала, которые остались и которые продолжают существовать. А вот главное действие уже ушло навсегда из этого мира. Ну и еще можно ответить, что фольклор, он как бы нон-субъектен. Фольклор существует в своей среде. И поэтому многие, например, исследователи такие, которые радеют за чистоту исполнений фольклора, они говорят, что любой коллектив, даже если бабушки, это бабушки, которые в деревне всю жизнь пели вот эти песни, если их вывести на сцену, это уже будет не фольклор, это уже будет нечто в отрыве от естественной среды. Фольклор имеет быть до самоосознания, когда он существует в естественной среде, когда он существует в естественном потоке. Даже когда человек осознает, вот я сейчас, у него появляется такая некая субъектность, он говорит, вот я сейчас исполняю фольклор, я вот сейчас исполню песню фольклорную, и все мы сидим и слушаем. Это уже некая театральность, это неестественность, это уже противоречит изначальному смыслу. Мы, конечно, понимаем, что сегодня без этого никак нельзя, и мы просто иначе бы не увидели никогда этого ничего на сцене, но, тем не менее, это, в общем-то, тоже имеет место быть. И посмотрите, пожалуйста, вот эти все черты, в принципе, к чему мы их можем отнести. Достаточно много вещей в жизни, к которым мы можем это все отнести. Прежде всего, я говорил о том, что вся музыка, в принципе, вышла из фольклора, из некой анонимности, из некой всеобщности, из некой коллегиальности и общинности. То есть, ну, вы знаете, да, что когда появились первые композиторы, у меня есть вообще одна из любимых книг, это книга композитора Владимира Мартынова, «Конец времени композиторов» она называется. Да, было у нас. Да, описывает автор, что обращает внимание, что вообще европейская музыкальная традиция, вообще авторская традиция, традиция автора в музыке, присутствие автора в музыке появляется только в XII веке. Были два первых композитора школы Нотр-Дам-де-Пари, это Леонин и Ператин, кажется так их звали, да, и то мы о них знаем только из-за того, что ученик первого описал это в каком-то из своих трактатов, подписавшись «Аноним номер четыре». То есть, церковная традиция изначально была анонимной и изначально была внутри корпоративной. И ни у кого не возникало мысли, что музыка, которая воспроизводится в храмах, я уж не говорю о более ранней музыке, которая присуща традиционному обществу, ни у кого не возникало мысли о том, что можно доминировать в этом процессе, указать свое авторство, сказать, что это я написал, что это вот мое, поставить свой какой-то знак и пустить это в историю дальше. Наверное, можно согласиться с тем, что этот процесс связан в принципе с тем, что время изменилось, это пришло новое время, средние века и так далее, когда изменилось очень много, появилась субъектность, появилось осознание человека, когита, эргосум и так далее, вот эти вот все вещи, которые дают человеку понимание о себе, как о некоем возвышающемся я над общим процессом, над неким, и человек понимает себя действенной силой в истории, то есть человек ставит перед собой цель менять мир и сыграть свою роль в истории, что абсолютно не свойственно традиционному человеку или человеку церковному, скажем так, даже сегодня. И это новое время, европейская музыка, вот эта авторская концепция, авторская позиция, она нашла свое высочайшее воплощение, но это мое личное мнение, европейская музыка нашла свое высочайшее воплощение в искусстве оперы, а среди оперы это Вагнер, а у Вагнера это, пожалуй, моя любимая Тристана и Зольда, ну а в Тристане и Зольде это начало прелюдия, которую вы, наверное, все слышали в фильме «Меланхолия» Ласа фон Триера, тот самый замечательный момент, когда в фильме существуют клипы, и вот это вот, как бы, вот это самая высшая точка европейской музыки, после этого, в принципе, вот эта традиция, авторская традиция, стала сходить на нет, как бы, стала постепенно уходить, и примерно в это же время в параллельной среде возникает очень большой интерес к мифологии, очень большой интерес, это сказки братьев Гримм, это немецкий романтизм, и вот эти все процессы, которые выводят совсем другие, совсем других героев на эту сцену, и у Вагнера это было тоже, но другим, к чему я это веду, именно с братьев Гримм, с начала и середины XIX века, с немецкого романтизма, начался интерес в мире к фольклористике в целом, к фольклору, потому что никогда до этого, по большому счету, народные сказания, народное творчество не было предметом изучения науки, оно всегда было низшей культурой, оно всегда было языком плебса, и для высшей, для аристократии оно было, ну, такое, несколько западло, скажем так, извините за выражение. В русской культуре примерно то же самое существовало. Это сейчас я просто расскажу, вот это все видение, как это все развивалось, на мой взгляд, в двух словах буквально. После того, как после того, как вот этот старт романтизму и интересу к сказкам, к сказаниям, к эпосу древнему возникли в Европе, вы знаете, что там даже возникали лже-эпосы, да, там, песни Осяна и прочие некоторые произведения, которые возникали на волне того, что люди испытывали в этом потребности, они создавали фейки. Это такой так называемый фейк-лор, который до сих пор популярен у неоязычников, которые создают какие-то свои системы, системы там русских богов, которые никогда не существовали и так далее. В этом много можно копаться, для чего это делается, кем это делается и с какой целью. Но это был действительно очень мощный социальный запрос, запрос в глубинной истории. Вот я говорю о том, мы назвали эту лекцию «Священная игра русского фольклора». До сих пор фольклор ищут по-разному, с разных сторон, в разных углах комнаты и для разных, наверное, вещей даже, но есть потребность в этом. Для чего это делается? Ну, сразу как бы приходят на ум какие-то штампы, что там важно знать свои корни, вот что-то вот это вот такое. Я, честно говоря, наверное, это правильные слова, но они настолько избитые, что уже не имеют никакого смысла и все, наверное, достаточно более глубоко. Вот в России все это происходило тоже очень интересно и параллельно. Существовали фольклорные собрания, большие сборники песен, и это все как бы считалось, что это есть. был средневековый, дошел до начала XIX века, например, сборник Кирши Данилова, который там, это просто такая фундаментальная книга для всех фольклористов российских, это очень важный сборник, там какие-то ноты присутствуют даже и так далее, можно петь, но совершенно случайно. И, в общем-то, это вся была ситуация такая, что, ну, был высший слой общества, огромное разделение в обществе существовало, никуда не деться, и все эти песни, они были, в общем-то, ну, таким большой-большой экзотикой в среде там, русской интеллигенции, скажем так. Да, вот мы благодарим Александра Сергеевича Пушкина за то, что, вернее, его бабушку за то, что она изменила вот эту всю ситуацию и внедрила в сознание одного из самых продвинутых ребят того времени вот то, что вот этим всем надо интересоваться. и то, что случилось, вот, был такой фольклорист Петр Рыбников, я не знаю, опять же, слышали вы или нет, это абсолютно удивительная, уникальная история, как человек достаточно молодой попадает, не помню уже за какие там грехи, где-то в середине 1858 году попадает в ссылку в Петрозаводск, он интересовался мифами и чем-то еще, как что-то там собирал, кого-то там опрашивал, и он с огромным шоком для себя обнаружил, что рядом в соседних деревнях исполняют и бытуют живые былины, то есть все считали, в том числе русское географическое общество, которое песни изучало, что этого не может быть никогда и что это все давно уже умерло, и когда он прислал свои первые сборники в столицу для того, чтобы они опубликовались, люди не поверили, сказали, что ты там в своей ссылке уже начал какие-то сказки сочинять сам и выдавать, то есть это было невозможно. Рядом с официальной культурой существовала огромная сложившаяся, очень хорошо сохранившаяся культура глубинная, которая дошла из самых древности, и если бы мы сегодня ее нашли в таком виде, то это просто был какой-то фурор, потому что тогда она еще существовала действительно очень сохранная, это мы сейчас уже не можем ничего записать, а в то время это было настолько шоком и настолько никто не поверил, что по следам вот этих исследований Рыбникова поехал другой исследователь, Гильфер Динк, он проехал по тем же районам Карелии, Архангельской области, и записал еще больше былин, и вот началось вот все с этого на самом деле, и интерес русского искусства, и начали привозить сказителей в Москву и в Петербург, устраивать им концерты, это было действительно шоком, и это было огромным стимулом для развития для русского искусства, там в том числе могучая кучка, музыки было много написано, и так далее, и так далее, это двигалось, вот с этого началось исследование огромной традиции, и на самом деле я такую вещь вам скажу, что вообще российская фольклористика на сегодняшний момент это самая продвинутая фольклорная наука во всем мире, потому что ни в одной науке, ни в одной стране не записано столько текстов, не создано столько потрясающих по своей глубине и исследовательскому вот этому пылу монографий, не было столько дискуссий, столько поездок, столько экспедиций, как в России, это мы абсолютно точно можем гордиться, и это абсолютно точно, и на самом деле в Германии после сказок братьев Гримм почти ничего не было записано фольклористов. А почему так, кстати? А потому что я думаю, что, во-первых, это уже там было на излете, а во-вторых, может быть, интерес все-таки был больше. Для людей, которые нашли это все в России, мне кажется, что-то более важное обрели, чем немцы в своих сказках, потому что там 1850-й, по-моему, год, вышли сказки братьев Гримм, и после этого у немцев больше ничего не выходило, но просто этого не было. Они бы, может быть, и рады что-то выпустить, у нас до сих пор выходят локальные собрания, у нас до сих пор сказки записывают, их публикуют, у нас огромное количество региональных сборников сказок, в том числе сказок, а есть еще там былины, песни, частушки и всякое подобное. Огромная литература на русском фольклоре. мы действительно этим можем гордиться. Интересно. И вот всем, грубо говоря, сидеть на этом всем и не интересоваться этим, это, конечно, очень стыдно, поэтому сегодня фольклористы российские, российские коллективы, которые исполняют именно этническую традицию, этническую музыку, для них есть полный огромный простор для действия. И практически у каждой деревни, которая существует в России сегодня, есть шанс того, что в этой деревне были записаны какие-то фольклорные песни, и можно пойти в архив какого-то вуза, узнать, кто там исследование проводил, и найти эти песни, которые там пелись 50 или 100 лет назад. Это, конечно, потрясающе, это удивительный факт. Это все есть, это все где-то, если мы этим заинтересуемся, мы сможем это найти, мы найдем это обязательно. А какой интерес? Алексей, как выходит, на твой взгляд, если брать академическое понятие фольклора, которое было произнесено, его свойства, то, например, ситуация с тем, что стихи Александра Сергеевича Пушкина попадали в крестьянскую среду, и крестьян, когда спрашивали, что вы поете, они говорят, ну, так пошло, да, мол, где это, собственно, есть для них традиция, хотя, идеально, это поэт, да, и второй момент, например, те же самые, не знаю, панки в 96-м году где-нибудь сидят в провинциальном городе, в подъезде, поют песни Егора Летова, ни разу не слышав записи Егора Летова, а где-то на каком-нибудь слете, случайно, запомнив стихи, вот это тоже будет фольклор? Безусловно, это тоже будет фольклор, вообще исследование литературных произведений, которые бытуют в фольклоре, и которые начинают в фольклоре жить именно по законам фольклора, опять же, это целое направление в науке, это на самом деле очень интересно. Если вы знаете, у нас был такой релиз, мы издавали диск северной бабушки из Устьянского района, был двойной диск песни Устьи, которая бабушка, она у нас сначала снялась в клипе, а потом мы поняли, что она потрясающе, удивительно, уникальный исполнитель, не знаю, рассказать эту историю более подробно или просто в качестве примера, но я вот у нее, например, записывал вариант стихотворения какого-то стихотворения Лермонтова, по-моему, я не помню уже, мы это не включили, вот она это пела как песню, как, типа, очень часто такие произведения, ну, вернее, такие случаи фиксируются, в общем-то, в фольклоре, то есть, из литературной традиции перетекает в народное бытиествование, бытование и обретает какое-то новое наполнение, естественно, там иногда какие-то слова меняются, естественно, меняются напевы, да, там еще что-то такое, но это очень интересно, то есть, и это то, та тенденция, к чему мы идем, вот тот самый конец времени композиторов, который, который, может быть, будет вот в будущем, потому что самые, ну, вы тоже, наверное, это знаете, такой широкий факт, широкий известный факт, самые широко известные песни русского народа, если вы их там найдете, это «Калинка-малинка», это «Черный ворон», и это там, «Когда мы были на войне», и еще масса песен достаточно известных, которые, это прямо такой маркер русскости, когда там звучит это где-то в Германии на пивном фестивале, и все понимают, что это русский и начинают плясать «Калинка-малинка», это авторские песни, которые вошли в народ и абсолютно потеряли авторы, и они забыли, что они авторские. Это очень интересный момент, и это на самом деле вообще об этом тоже долго можно говорить, но это путь функционирования поп-культуры. К чему ведет поп-культура? Я знаю массу песен сегодня из советского времени, помню, из этого дурацкого времени перестройки, в котором было огромное количество какого-то музыкального мусора, но он задержался в голове. Я не помню, кто их напел и кто их написал, но я помню их слова, понимаете, если они где-то зазвучат, я могу их подпеть. Вот это то, как живой пример, как поп-музыка становится фольклором 21 века. И когда в Ютубе куча роликов, какие-то младенцы трех или четырех лет, которым папа купил крутую гитару бисерич с примочкой, и они на двух пальцах играют начало песни Вагуан Металлика, и для них это народная песня, для них это народная музыка, они вообще знать не знают, кто ее написал, может быть, им даже это неинтересно, для них это уже некий общий функция, да, это нечто присущее общей мировой культуре, для них это народная музыка, это просто народ другой, то есть мы говорим о том, что формируется некий глобальный народ, для которого поп-музыка золотого стандарта MTV, для них она будет народной музыкой, это будет новым фольклором, и это может быть уже так и является. Это очень интересная кстати тема для дальнейшего исследования, я думаю, что этим тоже будут заниматься, 100% будет так, есть те же панки, которые играют песни Летова или песни группы кино, вообще я думаю, что сейчас масса много очень молодежи, которые знают, что это говорили, но для них это неважно, и пройдет еще поколение, они забудут, кто это написал, это будет неважно, а песня останется, и возможно начнутся какие-то интерпретации и какие-то дополнения. То есть начинается с фольклора, потом у кого-то возникли вопросы и заканчивается фольклором. Вот я об этом же и говорил, да. У меня такой вопрос, есть такой поэтик, как субкультура и фольклором. Как они различаются? Субкультура, мне кажется, что такое маленькое, семиминутное. То есть люди послушали, там, не знаю, были металлистами по молодости, потом выросли, они выкинули свои старые клепанные курки, забыли, то, что они играли, так сказать, и сейчас они об этом вспоминают очень редко. А фольклор, мне кажется, это то, что действительно с поколением в поколение, что, я не знаю, передается от отца к сыну, условно говоря. Поэтому субкультура, это вот, когда вы сказали, что там эти мужчины где-то бухают, и там что-то поедут, это фольклор, это субкультура. Они и в компанию разбежались, они забыли все, что они пели, скорее всего. Смотрите, вот раньше существовала официальная культура и субкультура какие-то. Сегодня официальной культуры практически не существует, существует поп-культура, а все остальное является субкультурами. Все в мире, кроме поп-культуры, это трэш-метал, это рокобильная музыка, это неофолк, это рок-н-ролл, все что угодно. Это все субкультуры достаточно замкнутые и не выходящие за свои рамки. Единственный шанс, когда субкультура выходит за свои рамки, это когда какой-то из ее представителей становится частью поп-культуры. Потому что когда группа, но та же группа Металлика, она не перестала играть трэш-метал, но она выросла до того уровня, когда она стала поп-группой. И она звучит на радиостанциях, в сетах диджеев между совсем каким-то кринжом танцевальным. И никого это не пугает, что это тяжело звучит. Это свойство поп-культуры забирать каких-то наиболее ярких представителей к себе туда, в эту не знаю, как это назвать, уже почти что Вальгаллу. Парнас. Парнас. А все остальное действительно является субкультурами. Фольклор, но тоже по определению субкультура. Причем фольклор всех разновидностей. Ну вот смотрите, вообще вот что в современной музыке, в современных значках, в музыкальных магазинах мы там видим, там размещаются разные жанры. Что входит в жанр фолк? Какая музыка, какие стили, если мы видим жанр фолк, что мы там можем найти? Там будет Боб Дилан. А смотри, ну конечно там будет Боб Дилан. А также там будет какой-нибудь Тайгер Лилис, может быть, какой-нибудь Карен 93. Там будет обязательно как группа Аркона и вообще все фолк-металисты, которые звучат совершенно по-другому. Они никакого отношения к Бобу Дилану не имеют. Но там может быть будет какая-то экспериментальная электроника, какой-нибудь транссэмплирующий 184 четверти и какие-нибудь там фолковые такие штуковины. Там может быть будет какое-то этно. Ну то есть на самом деле сегодня и конечно обязательно это будет вся пласт с кантри и ирландской музыкой. Понимаете, сегодня все ищут фольклор и все ищут его с разных сторон и по-разному и находят его на самом деле что самое интересное все находят его в разных жанрах. Поэтому фольклор это нечто вот вечно такое недостижимое убегающее как Грааль. И поэтому это очень важно потому что фольклор на самом деле имеет для этих людей какой-то ценностный вес. Это не просто стили, которые им нравится искать. Фольклор дает чувство сопричастности к чему-то очень такому глубокому важному. Я бы просто хотел понять разницу между... Ну, вначале ты говорил, что у фольклора есть там ряд каких-то особенностей типа объективов. И среди них помимо анонимности и всего прочего выражение неких ценностей. какое-то словесное выражение ценностей присущих какому-то определенному сборище людей. А сейчас ты говоришь например про песню Цоя. Мы не путаем случайно информационную среду, которая давлеет над каждым человеком и именно фольклор, который соотносится с теми определениями, которые ты ему вначале знал. То есть информационная среда несмотря на то, что она подавляет человека и его с детства формирует и его заложено на подсознание все июан и все остальное. Мне кажется эта информация от этого не становится же. Или становится? Опять же вот это фольклорное миропонимание это свойство психологии. человек не обязательно если я правильно понял твой вопрос человек не обязательно может найти эти песни они могут быть переданы по наследству он не обязательно должен знать что это но если какой-то подросток начинает их петь значит у него работает какая-то самоидентификация с этим культурным пластом и он говорит что вот это фольклор моего прайда я хочу к этому племени принадлежать. то есть по сути дела за счет песен группы кино просто фольклор традиционный несколько обновился и обогатился да не традиционный нетрадиционный фольклор он ушел у нас сейчас фольклор другого времени я говорю что это уже мы говорим сейчас о современном фольклоре фольклоре 21 века традиционный фольклор со всеми его жанрами те жанры они остались традиционном фольклоре Это были духовные стихи, частушки и прочее. Хотя баллады, например, перешли в рок-музыку. Мы говорим о том, что есть баллады, как песня-рассказ, в которой что-то происходит. По этому поводу я хочу буквально одной фразы. Я в свое время, когда учился в институте, у нас была этнографическая практика. И мы приехали в одно село Вологодской области, пришли к бабушке, в отдаленной деревне бабушке, за 80, с диктофонами. Давайте нам поете, короче. Народные песни. И она нам исполнила народную песню. Называется «Смерть комиссара» или «Льбовь комиссара». Нам 8-10 минут такая, как, скажем, Александр Маточкин исполняет по полчаса «Былина». И вот это была, по сути дела, «Былина». И она по форме была как бы стилизована. Скорее всего, это тоже авторское произведение. Но когда мы попросили ее исполнить что-нибудь такое вот исконно-посконное, первое, что этой бабушке пришло на ум, это вот «Любовь комиссара». И она нам ее выдала в качестве... Абсолютно фольклорная. Это тот самый случай, когда, понимаете, фольклор не умирает. Умирают жанры, и это все несет абсолютно объективное... И происходит по объективным причинам. Это «Былины» отмерли не потому, что пришли какие-то большевики и заставили все петь какие-то совхозные, колхозные песни. На самом деле «Былины» умерли потому, что одна общественно-экономическая формация сменила другую, и народ поехал в город. И те ценности, которые были присущи обществу «Былинному», они уже не интересны, и герои уже далеко не те. Вот и все. И это абсолютно объективный процесс, который происходит во всем мире. У нас он только задержался, на самом деле в России. Всем российским фольклористам, все другие фольклористы завидуют. Это я вам абсолютно точно гарантирую. Я, кстати, только что вернулся из Вологды. Буквально сегодня утром, вчера еще мы были в Вологде на фольклорной конференции. Вологда – это вообще, конечно, центр изучения русского фольклора. Это прямо потрясающие люди у вас работают. Это большой им респект. Алексей, я бы хотел еще спросить. По советскому времени это целая тема, которую можно вообще в фольклоре. Это тоже очень интересно. Вот насчет как раз-таки фольклористики, как раздел о филологии. Я когда немножко с позиции любителя изучал этнографию, именно великорусов, особенно русский север, я сам как раз из Петрозаводска, из той самой провинции, то он натолкнулся в какой-то момент на слово «боженька». Я просто его не слышал в обиходе, и я помню, у меня был какой-то взрыв сознания, потому что я в то время изучал как раз и изностранные языки. Я понял, что нельзя сказать по-английски «гандий». Это невозможно. На французском тоже ты не можешь сказать «боженька». В русском языке эта форма возможна, это уже не пантократор Господь, а тот, кто может сесть на скамеечку, с кем можно даже и выпить. И я хотел тебя спросить, а какие у тебя были, скажем, озарения, когда ты изучал фольклор, может быть, есть какие-то слова-понятия или какие-то обозначения чего-то, что прям запомнилось, может быть, легло в тексты? Ну, здесь в этом плане, конечно, сложно так прямо что-то вспомнить из своей практики по поводу слова «боженька». Мне всегда казалось, что в советское время в нем какой-то был больше уничижительный смысл, то есть не какой-то братский или близкий, а какой-то уничижительный, такой, типа, смотрите-ка, в кого люди верят. Хотя, с другой стороны, вообще в русской традиции к Богу на «ты» обращаться, никаких «вы» и вот это вот все. Но на самом деле в моей практике, в фольклорных экспедициях, которые начались достаточно давно, еще в студенческие годы, были интересные, естественно, случаи, интересные, очень интересные люди. Но самый, конечно, для нас важный момент, важный человек вообще в истории Монфорвэй это Александра Васильевна Кокорина, которая, вот бабушка, вот пришло время о ней рассказать, это бабушка, которая сначала снялась в нашем клипе, в 2007, по-моему, году мы приехали снимать клип в Устьянский район, самый первый такой любительский клип на песню «Жито-жало» с альбома «Беловоди». И нам посоветовали одну бабушку, ей тогда было около 80 лет, очень живенькая, очень такая, но действительно говорящая вот тем самым говором, и причем очень такая современно мыслящая из очень глухой деревни. Мы ее сняли, она прекрасно там снялась. Вдруг вечером мы пошли к ней домой, значит, сели за стол, и она, не снимая вот этого своего костюма, в котором снималась в клипе, она начала петь эти песни, и это было настолько круто, что мы прямо были все заворожены. И засняли этот момент, давайте мы немножечко разбавим разговор, я покажу вот тот самый момент, который стал шоком, и который положил начало истории, которая, в принципе, до сих пор длится. Послушайте отрывок, разные жанры, не знаю, как это сейчас, для меня это до сих пор такое очень мощное воздействие. Ну, давай. Субтитры создавал DimaTorzok Это частушки под язык, так называемая, когда она изображает игру балалайки, и вот она... Добрый, 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 добрый... Другой пример песни, лирической, очень важный. А она не одна там получается, да? Там ее группа поддержки. Но там ее ученица, которая нас познакомила. Можно потише сделать, я расскажу еще немножечко на фоне. Вот уникальная манера, абсолютно состоявшаяся певица. Вот все черты вот этого архаического пения, когда ритм не совсем такой, да, он как бы куплет набегает на другой. И даже, ну, абсолютно видно, что здесь не 7 нот, здесь нот больше. И это тоже часть вот этнической манеры пения. Вот этот случай, мы тогда с ней познакомились, и возникло желание приехать туда снова и записать ее. Это желание осуществилось, хотя несколько позже мы записали на обычный двухканальный цифровой диктофон Zoom массу ее материалов. Потом издали это все на московском лейбле «Sketis Music». Практически ничего не правило. Но на самом деле это очень хороший получился звук. Абсолютно естественный, как будто, вот если это все звучит, как будто она реально сидит рядом. Мы сделали хороший дизайн и так далее. И эта история, и потом включили песни этой бабушки в наш репертуар, репертуар «Mon for Away». И на самом деле это было одно из моих самых ярких впечатлений уже потом, после, когда мы играли эти песни на каком-нибудь где-нибудь на Wave Gothic Trafford в Германии или в Литве, или в Норвегии. Вот это вот ощущение того, что ты эту песню нашел, и без тебя ее никто не знал. А сейчас ты стоишь где-нибудь в Лейпциге, на сцене местного огромного театра, и международная аудитория тебе вот это все слушает. Это был вот такой четкий момент идентификации. Но на самом деле, я честно скажу вам, это был момент, когда ты сам себе говоришь, Леша, блин, ты не зря прожил жизнь. Это вообще что-то в этом есть все. Это вот то, что это продолжается, это живет, и это вышло на другой общий уровень, потому что об этом узнали другие люди, которым это интересно. Потому что диск вышел, была большая пресса, был большой очень интерес к этому среди людей до сих пор. Когда бабушка исполняется, ей скоро, ей в марте будет 92 года, и когда мы делаем пост очередной в нашей группе, Монфоруэй, поздравляем Александра Васильевна с очередным. У нас огромное количество обратной реакции, лайков и так далее, не только по Арканинской области, по нашему. Ну, на самом деле, это действительно открытие, это действительно большое-большое чудо, что традиция до нашего времени дожила в таком виде, когда мы ее смогли зафиксировать на нормальной аппаратуре. Хотя, на самом деле, я слушаю с большим удовольствием вообще песни, которые записаны в 60-80-е годы, просто на какие-то диктофоны, то есть полевые записи для меня это тоже очень много значит. Я вообще огромный кайф от этого получаю. Алексей, еще такой вопрос. Есть этнограф Логинов. Он изучал русских прионежья и проводил такую линию, что, мол, где в деревне все люди знали заговоры. Просто, например, один человек, он знал заговоры от болезни скота, другой от болезни зубов, и как бы друг к другу все ходили, скажем, таким образом, приводя в норму организм или душевное состояние. А ты упоминал в своих интервью о том, что не используешь заговоры. Вот я хотел спросить, это связано с тем, что, например, был опыт, как раз таки, когда, может быть, ты это решил сделать, и он оказался негативным, отложил какой-то отпечаток. Или с чем это связано? Если не секрет, конечно. Ну, был такой опыт, да. Я просто, если коротко, то я просто не очень понимаю, как это работает. А это, поскольку это работает, то я предпочитаю это не использовать, как именно из-за того, что я не могу предсказать всех последствий от этого использования. А если не секрет, опять же, если не хочешь об этом говорить, то уйдем от вопроса, но была ли ситуация, где это как-то сработало, ты понял, что, о, вот... Ну, да, была такая ситуация, но я лучше, да, не буду об этом говорить, но это все действительно как бы в какой-то степени работает. Кстати, по моей практике, все-таки вот людей, которые знали заговоры, их достаточно вот в локальных социумах, в деревнях их было не так много, и к ним как раз шли. И обычно это люди, которые, ну, вот в обычной жизни имели такую... это не были какие-то там душа компании или там лучший друг по деревне, или... Это были люди, которых немножечко сторонились, но к ним шли, когда это было нужно, потому что, если человек умеет вот хорошее, например, что-то делать, то значит, он умеет плохое делать. И все, в общем-то, понимали, что вот эти способности, они, скорее всего, но с темной стороны силы, в общем, не со светлой. Еще интересный момент. У нас здесь по соседству есть русский этнографический музей, там трудится в отделе русского народа, баранов, этнограф, и он рассказывал, что выезжал однажды, по-моему, причем, кстати, как раз в Архангельскую область, если я не ошибаюсь, там знакомился с бабушкой, собственно, которую все называли знатка, и с его слов, она обладала просто энциклопедическими знаниями, то есть вопросы от того, как строить дом, до того, как что-то лечить. И он говорит, ни разу за общение с ней, общался он, например, раз в два месяца, потом приезжал еще на два месяца, не было такого вопроса, на который бы она не ответила. То есть он сам говорит, что он ученый, ну такой как именно, классический ученый, то есть он говорит, я не понимаю, как это. То есть вот буквально человек отвечал, причем на сложнейшие бывало вопросы, на которые он сам, да, там, искал ответы, иногда уже просто именно проверяя ее, задавал, да, то есть, видимо, да, какой-то канал определенный у таких людей есть, и это удивительно в этом плане. Мне кажется, очень легко найти такого человека, когда ты едешь ночью в такси, и через раз будет водитель такой, что они не знают вообще ответы на все вопросы и дадут тебе любой совет. Ну это все-таки в случае с Барановым тут история, хорошая шутка, да, но вот мне почему его история запомнилась, то, что действительно, видимо, какие-то есть такие способности, да, опять же, может быть, ну такие люди просто, они не дают объявления в газетах о себе, никогда, да, как бы их можно только случайно встретить. А еще, опять же, когда я изучал колыбельные, в частности, натолкнулся на целый перечень таких, где желается ребенку, ну по сути, смерть. Тот самый же там серенький волчок, который кусается за бочок. Ну давайте продолжим эту мысль, что он сделает с ребенком дальше, он его съедает, как бы. Я вдруг понял, что какая-то, ну здесь есть какая-то, с одной стороны, странность, а с другой стороны, глубокий смысл. И подошел к такой мысли, что, например же, есть у нас еще и казачьи песни, третьи или половины из которых, на самом деле, это песни о том, как сейчас я умру. В общем-то, да. И здесь, на этом сравнении, я вдруг для себя понял такую вещь, то, что вот эти вот колыбельные и казачьи песни, они имеют, по сути, оборонительную функцию. То есть, когда ты выносишь, так скажем, в язык, в проживание нечто, то каким-то образом ты делаешь внутреннюю защиту. То есть, мать делает защиту над ребенком, потому что он еще бессознательный. А тот самый казак, например, он, ну опять же, понимая или нет, тоже, может быть, как бы проживая эту смерть, он как бы отдаляет ее от себя в бою. Вот хотел поделиться таким откровением небольшим, маленьким своим. здесь в этих двух, это два разных примера, на самом деле, в случае с матерью, которая поет там «Бай-бай, поскорее умирай», есть такие, да, есть такие колыбельные. В этом есть действительно элемент такой охранительной магии, что призывание смерти, и как бы считается, что она как раз в этом случае не придет, что она придет незваная, она приходит незваная. А в казачьих вещах, когда человек сам поет про себя, это такая, ну более тонкий психологический момент, это, ну, вряд ли в этом есть какая-то магия, это лирика, очень глубокая лирика, присущая просто человеку, который находится на грани жизни и смерти, он ее отчасти переживает, в этом нет, я думаю, что в этом нет какой-то магической составляющей, это просто душевные какие-то переживания очень глубокие. И это переживание взрослого человека, который это может сформулировать уже. Понял тебя. А как ты считаешь русская северная традиция, с которой ты работаешь в добрую часть жизни, как работа с ней влияет на сны? Как ты считаешь, играют ли сны вообще большую роль в твоем творчестве, в творчестве Монфорои? Ну, вообще в моей жизни сны, по-моему, не играют никакой роли. Честно говоря, я бы от этой рассылки вообще отписался, была бы моя воля, чтобы их не смотреть и высыпаться лучше. Потому что, когда снятся сны, обычно ты присыпаешься не выспавшись. Потому что, как будто что-то работал или жил какой-то параллельной жизнью. Но на самом деле трактовка снов, она мне не очень интересная. потому что она, по большому счету, бессмысленна. Там ты не узнаешь никогда правильного ответа, по большому счету. Это может быть интересно, это может быть энергетически емко, такие сны бывают, когда ты просыпаешься, и как будто действительно что-то произошло важное. но я считаю, что это какая-то безделица. Понял тебя. В одном интервью ты говорил о том, что фольклор это содержание, современные музыкальные инструменты, это внешняя форма, которая позволяет по-новому оформлять традицию. На твой взгляд, какие есть примеры в России исполнителей, которые, скажем, осознанные или нет, идут по этому пути? На самом деле, очень много людей идет по этому пути. Я думаю, что мы еще, может, поговорим о фольклоре советском и так далее, когда это все началось в том числе. Но мне нравятся многие люди, электронные проекты, которые мешают фольклор, какие-то полевые записи с какими-то такими вещами. Мне нравится, Теодор Бастард Питерский, который очень профессионально делает, хотя это уже, конечно, не фолк, потому что... Вообще, когда мы говорим о фольклоре, мы должны помнить такую вещь, что фольклор всегда очень конкретен. Если мы говорим русская народная песня, она принадлежит нации, она принадлежит государству, она принадлежит империи, скажем. Она общая для любой части империи. Когда мы говорим о фольклорной песне, то и о фольклорном коллективе, который играет именно музыку фольклора, они себя называют фольклористами. Мы должны их спросить, а какой фольклор вы играете? На что они вам должны ответить конкретно? Хотя бы мы играем фольклор такой-то области, а в идеале такой-то области, такого-то района и такой-то деревни, потому что везде... Вот фольклорная традиция всегда конкретная, она не общая, она не может быть русский фольклор или немецкий фольклор. Она всегда какая-то... Локально. Да, у нее всегда есть адрес, а всегда есть точка ее рождения, скажем так. Но могут быть, конечно, другие культуры, там даже то, что раньше Пелагея делала, например, это достаточно круто, эмоционально ты с ней общался. Человек молоденький совсем была, это была прямо такая... девушка с горящими глазами, не знаю, что она сейчас делает, но раньше мне это очень нравилось. А что ты хотел сказать про советский фольклор? Пожалуйста. Ну вот смотрите, если мы говорим о неофолке, то есть мы говорим о трактовке фольклора и использовании его силы в том числе. На самом деле, ну вообще советский период... Ну давайте, я говорю как бы безоценочно, я говорю советский период просто как там название, то есть у меня нет негативного отношения к этому периоду, нет особого позитивного, то есть оно ровное и как бы со всеми плюсами и минусами, как говорится. Но были потрясающие вещи, которые происходили в то время, потому что, во-первых, родился отдельный жанр, это народная музыка, которая начала зарождаться еще там до революции, условно, в виде хора Пятницкого, то есть музыка, посмотрите, изучение, как в двух словах, опять же, такой небольшой эскус, как шло изучение фольклора с точки зрения музыки. В деревню ехали люди, которые изучали, там, конец 19 века, они записывали эту музыку, фиксировали ее нотами, фиксировали потом на валике фонографов, расшифровывали, давали тактовки какие-то. всегда это люди были из конкретного культурного слоя, это были люди, воспитанные на европейской музыкальной традиции, на оперной традиции, это были профессиональные музыканты, и для них музыка, которую они записывали, вот эта вся полифония народная, музыка, которая ни в хоккей четыре четверти не укладывается, музыка, у которой не 7 нот, и даже не 12, а гораздо больше, для них эта музыка была таким, ну, как бы broken вариант такой, то есть, вот это, ну, это же бабки поют, это же, ну, это вот, они по-другому не могут, мы-то можем это все расписать нотами, и у нас будет хорошо, там, поймем, что это за музыка, и сможем ее исполнять. И как бы многие так очень делали, то есть записывали народную песню, а потом исполняли ее оперными голосами, с оперных сцен, и это всегда звучало очень неправильно, то есть, эти люди не поняли, что они соприкасаются с абсолютно другой культурой, где больше нот, где другое пение, где человек поет с другой позиции, и где по-большому, ну, да, нет вибрато в народном пении, вообще вибрато это такая штука очень такая странная, непонятная для меня. Понимаете, то есть, очень замечательные люди, они горели любовью к этой музыке, изучали, ездили на лошадях по каким-то бесконечным дорогам, по грязи и так далее, городские, бедные, страдали от вшей и комаров, записывали, общались с людьми, но они искренне их любили, и музыку эту очень любили, но они не понимали, что эта музыка генетически, она абсолютно другая, и ее не надо менять, ее по большому счету можно записывать только и изучать только с голоса. И вот в советское время этот путь, в общем-то, продолжился на самом деле. Мы в итоге, мы получили культуру вот этих советских хоров официальных, вот в Архангельской области есть Северно-Русский народный хор государственно-академический, есть Воронежский государственно-академический, есть хор имени Пятницкого, там, Сибирский, Уральский и так далее, большие академические хоры, в котором поют люди с музыкальным образованием, с поставленными оперными или эстрадными голосами, что не имеет никакого отношения к фольклорной манере пения, но они создали отдельный вид искусства. Мы можем, единственный момент, который надо понимать, когда ты воспринимаешь этот вид искусства, это просто не фольклор, не надо к ним подходить с позиции фольклора, хотя они часто, говорят, что это народная музыка, они создали культуру империи, они создали культуру огромного государства, которое одинаково хорошо понимается в любых ее точках, а вот фольклорная штука, она как раз эта традиционная, на которой надо углубляться и у которой надо жить вот именно здесь вместе, но на самом деле это просто у нас мы можем опять же похвастаться, что в России существует несколько разновидностей народной музыки, фольклорной музыки, основанной на ней. Это тоже на самом деле очень прикольно. Я хотел привести пример, сколько у нас времени. Смотрите, вот я говорил о том, как изучали, как академические музыканты, шли в народ и записывали, и пытались потом записывать нотами и так далее. В 60-е годы 20 века ситуация изменилась, потому что записью песен, песенного фольклора стали заниматься люди, которые поняли, что надо вообще менять подход к этому. Это был Анатолий Михайлович Михнецов, питерский, ваш замечательный, великий человек из местной консерватории, который подход изменил именно научный, когда люди, профессиональные люди, фольклористы, он, собственно, основал эту музыкологию, и вот именно сейчас во многом эта школа пения, она народная, она культивируется в высших учебных заведениях тоже, в принципе, хотя, конечно, не в таких объемах, как эстрадный вокал. Но подход изменился. Потом было фольклорное движение московское. Это Дмитрий Бачкович. Иногда просто забиваешь, да. Покровский, Покровский. И его, собственно, последователи, друзья. Люди, которые поехали в деревню и учились петь непосредственно у бабушек. И это самый единственный верный подход, как можно научиться петь. И ноты, на самом деле, когда ты имеешь дело с народной музыкой, лучше на ноты не ориентироваться, можно только подсматривать их. Я вообще как бы стараюсь нотами не пользоваться в этих всех делах. Лучше послушать песню раз десять, запись, и начать понимать. Я вам хочу предложить такой квест. Я не знаю, сколько здесь людей поющих. У меня есть два примера. Папка Фолк. У меня есть два примера. Песен Архангельской области, одна Александра Васильевна Кокориной, которая легла потом в основу Мунфаруэевской версии, вышедшей на альбоме Атенора Евразия, и одна из песен пинежской традиции, мощнейшая, одна из самых наших красивых, абсолютно известная на весь мир, и, наверное, уникальная, самый древний. Я вам хочу предложить такой момент, развлечься немножко, и понять, что это такое. Я вас сейчас поставлю одну из этих песен, давайте выберем вместе, какую выбрать, простую или сложную. Сложную, конечно. Вот реально сложную. Хорошо, но это будет реально сложная песня, которую я сам с голоса подбирал очень-очень долго. Давайте попробуем, кто умеет петь, кто не умеет петь, и у кого есть подготовка или нет подготовки. Выключай камеру. Смотрите, какая фишка. Вы можете петь в голос, можете нет. Я думаю, что вы никому не помешаете. Очень важная идея для фольклора, которая меня однажды потрясла, что фольклор это отчасти искусство, но это генетически это язык. И фольклор нужно изучать не как искусство, а как язык. И учиться ему нужно, как ребенок учит язык. Но вы знаете, можно учить язык по учебнику, там за 15 минут ты знаешь английский, или как там такое называется, или методом погружения, или методом лучше всего родиться в семье и выучить этот язык. Ты к 12 годам будешь нормально хорошо говорить на русском языке, скорее всего. И песни нужно учить точно так же. То есть мы туда погружаемся, мы их сначала слушаем. Это в общем-то так и происходило всегда. То есть песни же специально не учили, по текстам никто их не учил в деревнях или еще что-то такое. То есть просто рос ребенок постепенно и вот эти песни за старшими слушал и начинал их петь. И конечно каждое поколение что-то в нее прибавляло, какую-то свою интонацию или какие-то свои реальности, слова. Давайте, в общем, я поставлю песню. Давайте прежде всего попробуйте поймать ритм, он там очень сложный, там очень длинная фраза, я вас предупреждаю. Так, текста здесь, ладно, текста не будет. Попробуйте просто поймать ритм и попробуйте попадать хотя бы во фразу, чтобы ее подпеть, когда фраза начинается, когда фраза кончается. песня совершенно потрясающая, она сложная, но она дико красивая, ее можно легко будет найти там ВКонтакте или где-то еще, потом можете продолжить эти занятия. Просто давайте попробуем вот такой опыт. Будет это громко интересно сразу. Песня из Пинниги, она из так называемых солдатских или рекордских песен «Уж ты пейка моя буйна головушка». Песня 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 еще они умеют подключиться и петь другим голосом и другую немножечко партию, чтобы когда ты находишься там наверху, они делают вдох и потом подхватывают вот это вот дыхание цепное, так называемое. Это на самом деле пение вообще, для тех, кто не знает, это потрясающее, удивительное удовольствие в жизни, которое дает дичайшие чувства, энергию, народное пение и народные песни. Иногда ты можешь вообще не понимать их смысла даже. Есть песни, в которых сюжет ускользает, ты не очень понимаешь, что там происходит, но ты в любом случае от этого получаешь огромное неимоверное удовольствие. Вообще, не знаю, песня, это может быть не совсем сейчас к теме относится, вообще любая песня удачная, это маленький ритуал, который ты проживаешь и в которой ты находишься и проживаешь небольшую жизнь, и что-то там меняется. То есть это может быть любая песня, которая может быть какой-то там поп-хит, который звучит по радио, но почему-то она тебе важна, она с чем-то связана, какими-то воспоминаниями. Когда ты ставишь там, ну это, понимаете, почему так популярна там третье сентября, например, песня. Потому что в ней есть некая ностальгия. И когда человек, у каждого человека есть такая фишка, которую он выпьет, он ему там, а давай-ка я немножечко погрущу и вспомню-ка я, а для этого мне надо переключиться на эту волну. И он ставит эту песню, ну или нету, а другую, у каждого есть такие песни. И он, это некий маленький собственный ритуал. Иногда человек погрустил три минуты звучания этой песни и понял, что грустили-грустили, кончили грустить, а что-то не хватило. И он ставит эту песню во второй раз, третий раз подряд. И есть такие вот там, ну, у меня самого такое бывает, там по нескольку раз слушаю там песню одну и ту же и переживаю этот момент. Это на самом деле вот потрясающая возможность в каком-то конкретном периоде времени и в каком-то, в нашем случае, в маленьком файле mp3 уместить какую-то эмоцию. И это реально ритуал. Подумайте об этом, если вот кому это, тех, кого это интересует. Потому что ритуал ведь, что есть ритуал? Это некое действие, которое приводит к заранее заданному результату, эмоциональному, энергетическому или еще какому-то. И фольклор, он абсолютно, абсолютно вот это подтверждает, эту мысль. Как ты считаешь, песенная традиция как таковая, она как в дальнейшем будет развиваться? То есть будут ли русские люди петь или это уйдет в какие-то иные формы этой энергии, которая долгое время жила именно в общих песнях? Потому что, например, мои родители, вот любое застолье, есть ряд песен, которые должны отпеться как раз таки. Сейчас в моем поколении у нас, может быть, как раз какие-то рок-музыканты, тот же Цой, условно, его все знают почему-то. Можешь в Хабаровске людей встретить или из какого-нибудь другого уголка. Вот эти песни являются общим местом. На твой взгляд, как, собственно, песенная традиция будет развиваться в дальнейшем, в ближайшее время? Я думаю, что все те же правила, по которым она раньше существовала, также будут развиваться. Вопрос в том, какие песни будут петься дальше, это зависит в том числе и от тебя. То есть если ты на своем уровне, от тебя родители приучили к определенным песням, если ты тот же самый подвиг повторишь по отношению к своим детям, они будут петь те же песни. Если ты им будешь петь другие, то они будут их тоже знать. А вот на самом деле по Цою, это прямо какой-то, я думаю, уникальный случай, когда настолько без всякой внешней рекламы, без всякой, там, никакие там особо фильмы не выходили про Цою. Ну, то есть ничего такого, что могло бы дать какой-то новый толчок, стимул к тому, чтобы вдруг молодежь на него вся подсела. Но на самом деле это действительно какой-то единственный, наверное, рок-музыкант из того поколения, который прошел сквозь стены времени и точно так же актуален у сегодняшней молодежи, на мой взгляд. Говорят, кстати, еще группу «Пикник» очень котируют юные слушатели, тоже ходят толпами, не знаю. Мне кажется, что народный поэт – это как раз тот, кто попадает в сердце представителям этого народа. То есть то, что они не могут сказать, ему получается выразить в словах, и, может быть, как раз тогда это через поколение проживает. На самом деле еще я как раз бы… Егора, который вспоминали, он лично в моих кругах каким-то образом тоже вот так запечатлился с его своеобразными текстами, которые где-то и с трудом назовешь поэзией. Это какие-то такие обрывки символов. Но он как раз глубоко копал, потому что он прям работает с архетипами, и он туда залазит. Я думаю, что отчасти он это делает сознательно, потому что он был неглупый человек. И книжки читал хорошие, и, в общем-то, глубоко копал действительно. Ну и талантливый был, безусловно, человек. Но у него какая-то энергия немножечко другая. А вот, может быть, сегодняшнему поколению вот эта героика Цоя близка особенно, потому что, может быть, не хватает именно таких вот… Ну, героический архетип сегодня тоже востребован, а среди живых музыкантов таких героев очень мало, которые именно вот эту героику сами собой воспроизводят. Хорошая идея, да. Друзья, может быть, есть вопросы? Вот у вас вижу вопрос. По поводу фольклора и народной культуры. Ну, расскажу за себя, вот мое видение, как я общаюсь с людьми. Вот, и, ну, вот так скажем, большая часть моих знакомых воспринимает фольклор и народную русскую культуру как некоторую кузочку. Ну, как цирк, там, не знаю, там, калинка-маринка, не знаю, медведи, балалайка, лапти, там, не знаю. И это воспринимание, как, ну, по сравнению, цирк. То есть пришел в цирк, посмотрел, там, ну, забавно-забавно. Завтра он пойдет на культуру, посмотрит, там, ну, барабаны, там, типа. Вот как сделать вот русскую культуру и фольклор, ну, как бы, частью быта, обыденной, чтобы это было действительно часть, ну, как бы сказать, ну, ну, идеально-каждодневного какого-то действия, ну, хотя бы там еженедельного, условно говоря, ежемесячного, чтобы… Ну, просто, вот, допустим, подростки, вот, ну, у моих друзей подрастают дети, вот, они ведь слушают рэп какого-то, ну, Генштерна, там, ну, по мне это блудняк, так сказать. Но при этом, как бы, они мало слушают культуру русскую, я имею в виду, русские какие-то песни. Для них бабушки это как-то скучно или так сложно. Вот как это, не знаю, вернуть в народ, что ли? Раньше это ведь была частью, как бы, жизни людей, которые, там, проводили эти песни, ну, на свадьбах, там, условно, для рождения. А сейчас это, как бы, вот вышло за рамки, вот, повседневности, в рамки экзотики. То есть, вот это уже, как бы, ну, ну, как, действительно, шоу. То есть, это уже понимается, как шоу и как часть жизни, к сожалению. Ну, опять же, да, чуть-чуть поправлю, там, давайте разграничивать традиционный фольклор. Вы говорите о том, что, вот, интерес к традиционному фольклору, потому что фольклор, в принципе, будет, он всегда есть и всегда будет, просто он, разные формы у него. Во-вторых, ну, я уверен, что на уровне семьи, это то, что слушают родители, во многом это переходит подсознательно, на детей. А если говорить вообще о серьезной такой ситуации, то, ну, во-первых, культуру нельзя сдерживать, и изменения в культуре будут происходить всегда, культура будет меняться. Это ее нормальное качество. То, что одни формы, одни песни отмирают, а другие приходят им на смену, это как бы нормально. Если вдруг надо будет кому-то сделать так, чтобы русский фольклор слушали и знали их гораздо лучше, это будет, это можно сделать только единственным способом. Потом мы живем в мире засилие поп-культуры и поп-музыки, с поп-культурой и поп-музыкой можно бороться только единственным способом говорить с ней на том же языке. То есть, если будут какие-то определенные большие усилия, подкрепленные большими деньгами, пропаганда, работа с масс-медиа и так далее, это, конечно, может измениться. Но это должен быть какой-то реальный государственный заказ или что-то подобное. Я здесь вот с позволения выскажусь, потому что я об этом думал и пришел к такой практической мере. Если мы хотим сделать частью культуры традиционный фольклор, то нужно в детских садиках, в каждом детском садике, чтобы у нас был специалист, который может как раз-таки быть краеведом, этнографом, но который приходит. И опять же, в зависимости от того, какой у нас регион, в русских регионах это будет человек, который занимается славянским фольклором. В Дагестане это будет человек, который занимается местным фольклором. Хотя, может быть, как раз в Дагестане нет такой проблемы. Это проблема наша, славян. Так вот, собственно, такой специалист, он приходит и с детьми проводит праздники. То есть, и это в случае, опять же, с нами, с русской культурой, это будут и православные праздники, это будет и масленица. То есть, в игровых формах он будет обучать их песням. И мне кажется, здесь будет даже обратное влияние. То есть, дети, приходя домой, они будут родителей знакомить с этими песнями. Эти вещи как-то будут закрепляться. Плюс ко всему, если ребенок будет так расти, с детского садика, то в общении со сверстниками, со своими, на день рождения уже на своих, опять же, я думаю, там, ну, там, они взялись в хоровод, что-нибудь спели. Да, как бы, и оно постепенно просто войдет вплоть, так скажем. Вот, мне кажется, что это, кстати, как раз не так дорого. Это, по большому счету, если конкретно, это прибавка специалисту на месте, который закрепляется за детским садиком, и который проводит раз в какие-то периоды мероприятия по отмечанию конкретных праздников. Может быть, даже там, в каких-то национальных костюмчиках, там, и так далее. Вот, мне кажется, это так можно решить. Вы знаете, ну, вот эти все меры, это меры такой государственной поддержки, и, ну, мне об этом, мне это не очень интересно. Я вот на своем уровне что-то делаю, да, вот это Мурфор Вэй, это наши песни и то, что мы, как бы, их исполняем. На другом уровне я, наверное, ничего не могу с этим сделать, и думаю, что там, на уровне семей это только зависит все от людей. То есть, насколько вам самим это надо, насколько вы сами это поете, так же к этому будут ваши дети относиться и так далее. Вот. И, а все остальное, это, ну, это просто игра на уровне, там, вот, современной поп-культуры и у нас медиа. Ну, а почему же, если дети это будут петь, для них-то это будет прямо, ну, это и будет событием, то есть, в таком хайдеггерском духе, то есть, это то, что будет прямо происходить. Не есть ли это традиция? Как раз, когда это делает нетронутое сознание или душа ребенка. Ну, для этого должна быть какая-то реально государственная большая программа, то есть, в каждом, там, да, в садике должен быть человек. Приписанный, да, или он может ходить между садиками. Мне просто кажется, что это дорого не будет стоить, это не затрагивает. То есть, не нужно кого-то специально обучать, нужно просто доплатить, грубо говоря, да, вот, как есть там, те, кто занимаются в школах с детьми, туризмом, например, да, они вот, как доп. образование, в данном случае, то же самое может быть. Ну, у меня нет такого мнения по этому поводу, ничего не могу сказать. Вот, у меня, кстати, к вашему детскому садику есть такая поправка, да, вот, смотрите, мы, например, учимся в школе, да, и на уроках музыки, и изучаем классическую музыку. Мы уже не увлекаемся классическими музыками по большинству. Вот, взгляд, народ, да, России, он же не слушает классическую музыку каждодневно. То есть, должна быть какая-то оболочка еще в ней, не только в детском садике или в школе, а вот то же самое в соцсетях, да, какие-то, вот, блогеры, которые преподают тебе, какие-то традиции, там, вот, какую-то культуру. То есть, мне кажется, что, если все будет заканчиваться на том, что будут проводиться какие-то мероприятия для детей, если ни семья не будет, да, традиционно подкреплять, ни там, вот, внешняя оболочка, это может не задержаться. Возможно, вы правы, но, мне кажется, это как раз будет некоторые последствия того, что произойдет в садике. Потом у нас есть уроки пения в школе. Я думаю, что найдутся как раз те, кто, скажем, оседлает этого борзого коня, так скажем. У него кто-то, да? А вот вы хотели, да, вопрос задать. Смотрите, я знаю, что разница между, собственно, фольклором как традицией и преподаванием фольклора в садике в школе, это примерно как разница между этносом и нацией, да, то есть, как бы, вот, этнос – это что-то ограниченное, то, что растет само по себе. Это идентификация, прежде всего. То есть, это я... Даже, может быть, не столько идентификация, как вот некая вещь в себе, которая, ну, просто, выросла из земли, да, сама по себе. Фольклор для человека – это то, что он говорит, это я, это часть меня, это, как бы, неотъемлемая... То, что может быть, даже и неосъемлемая. Да, да. Нация – это то, что, так или иначе, в любом случае, насаждается, откуда-то, снаружи, да, это... Ну, тоже не совсем, не совсем так. Не совсем, безусловно, да, но это, как бы, все равно некий... Конструкт. Да, конструкт – это вот явление, присущее модерну, да, то есть, как бы, оно идет, ну, как образование. Это насаждается, в любом случае. Вопрос в том, который меня вот очень сильно волнует, смотрите, ну, та же самая там Калевала, да, в которой Леон Рост внес процентов 60, да, что хоть от себя, тем не менее, так или иначе, тем не менее, она формирует финскую нацию, да, интуитивно, мне кажется, что это плохо. Те же самые рассказы о Сиана, да, то есть, как вот это вот, все это фейк, лог, да, безусловно, это придумано. То есть, придуманного в любом случае будет много. В любом случае, когда вот этот фольклор, который идет от государства, которое насаждается, в любом случае, действительно, какой-то конструкт. Плохо ли это? На примере Калевала я вам точно могу сказать, что в том виде, который Леонард создал, ну, я, конечно, не могу судить на карельском языке, как это звучит, но в русском переводе это звучит потрясающе просто. Это поэзия высшего разряда. У меня слезы текут от некоторых рун, когда я читаю Калевала. И вы знаете, на самом деле, в Финляндии и в Карелии отдельные руны существуют, и отдельные руны и издаются, их как-то там интерпретируют и так далее. То есть, старинные, да, вот те, которые легли в основу Калевала. Но ни одна из них никогда, и даже, я думаю, что все совместные публикации по воздействию вот этого свода авторского, они никогда не возникнут, потому что он сделан очень круто. И он сделан, с одной стороны, это авторская подгонка и авторская композиция. Но, с другой стороны, в ней, на мой взгляд, народному духу ничего не противоречит вообще. Смотрите, то есть, я это говорю потому, что если, например, это неплохо, а не лучше ли тогда, например, создать какой-то такой же русский свод? То есть, как бы вот все наши былиины, например, да, объединить какой-то общей историей, допустим, да? То есть, вот как бы... Сделать что-то настолько... Такой Марвел своеобразный. Хотя бы, да. Традиционалистский. Что детям зашло бы не потому, что им это рассказывают в школе, а потому что... Да им самим это бешеное интересное читать, да? И вот тогда это действительно... Это будет элементом нацистроительства. И, кстати, как раз... Да, элементом нацистроительства, который, мне кажется, что в этом что-то... Что-то здесь коробит, да? Вот Мир Челяде про это говорил, как раз в формате деятельности Голливуда. Отмечая то, что у народов, населяющих США, там, ирландцы, итальянцы и так далее, у них у всех свой уровень, так скажем, языческий отдельный. И, мол, где как раз-таки Голливуд, он заполняет вот это вот пустое место. И, собственно, да, заметьте, как он это сделал талантливо. Но все же это конструкт. А вот моя мысль здесь как раз в том, что, опираясь на слова Алексея, когда у нас в каждой деревне, так скажем, есть локальная традиция, так же может быть и с детскими садиками. То есть, если этот детский садик находится в конкретном месте, он отвечает той локальной традиции. То есть... А ведь, а если мы будем делать общий, то есть какой-то общий свод... Ну, коллега прав в том, что Голливуд, он эффективнее, чем детские садики в нашем обществе. И поэтому... Смотря какая знача. Я думаю, что даже какая-то, условно говоря, клюква и какие-то клинжовые для профессионалов версии Белин, если они сделаны и сняты профессионально и увлекательно, это будет только во благо. Потому что главное разбудить... На самом деле, главное... Разбудить интерес — это самое главное. Вот человек начнет копать дальше. И зацепить его можно чем угодно. Можно зацепить его даже какими-то фейклорными делами и фэнтези, и каким-то ресторанным фолком. Чем угодно. Главное, чтобы там было что-то такое, что действительно искренне и настоящее, и что сделано профессионально. А если человек заинтересуется, он начнет копать дальше. Ну, возможно, если говорить про уровень вовлечения, то, наверное, этот инструмент, он может работать. Ну, вот как вы сами сказали, что что-то вдруг начинает коробить. Вот меня тоже начинает, признаться, да? Сама идея создания такого общего какого-то свода, которого никогда не было. Это интеллектуальный снобизм вас коробит, на самом деле. Не знаю, это душа. Душа — это не интеллект. Я думаю, что это есть во мне и во всех, и в нас. Потому что мы вот с одной стороны понимаем, что это вроде как бы и надо, но с другой стороны наш уровень вкуса говорит, что это плохо. Ну, коробит ум. Точнее, коробит сердце, а не ум в данном случае. Поэтому это не интеллектуальный снобизм все-таки. Мне кажется, что своеобразные сборки, о которых вы говорите, уже были сделаны в XIX веке и переинтерпретированы в XX. Это, соответственно, «Конек-горбунок» и сказка про Федота Стрельца, которая является интерпретацией этого произведения. Но я хотел его заострить и, как сказать, может быть, немножко по другому вопросу. Вот как я понял ответ на вопрос, который вы задавали в самом начале, что есть фольклор, да, судя по вашим словам, это обстоятельства и форма воспроизведения какого-то произведения. Причем какого — это уже не важно, как мне кажется. То есть, условно говоря, мы начнем сейчас петь какую-нибудь вещь, которая не относится к фольклору, но по вашему определению это уже будет фольклор, поскольку вот у нас есть локальная тут общность какая-то, которая что-то воспроизвела. Мы записали это на видео, допустим, выложили даже на YouTube, все равно это как бы фольклор. И меня очень заинтересовал момент оппозиции андеграунда и поп-культуры. У меня пришло нам такое сравнение. Вот, допустим, Чечерина. Исполняет перед бойцами СВО свои вещи. Так? Вроде как андеграунд. Чечерина исполняет свои вещи в Кремлевском дворце съездов или на Красной площади, или в Лужниках в рамках концерта там к летию, там, воссоединения Донбасса. Что это? Это уже не андеграунд, на минуточку. Это поп-культура. То есть, получается, что здесь, возможно, работает та же, то же определение, что это обстоятельства воспроизведения, да? Вот вопрос. Я не знаю. Ну, поп-культура в самом слове ничего плохого нет. Если мы это говорим о том, что поп-культура – это действительно может быть как фольклор 21 века, общий, какой-то всеобщий, национальный или даже наднациональный, какой-то общий мировой. Это вполне может быть так. И где это прорывается, где это, как бы, самое… Репрезентуется, да, в какой ситуации на большой сцене или там в окопах. По большому счету мы говорим о факте, что вот одна и та же песня, она объединяет достаточно большое число людей, слушателей, и они себя с ней идентифицируют, да? То есть, это важно для них, это часть их культуры, часть них. То есть, в этом плане это часть. На самом деле, фольклор – это больше не про какие-то произведения, это про самоидентификацию, то, что является частью конкретного тебя. То есть, не только обстоятельства воспроизведения, но и соотнесение с произведением. Да, вот это мое, это часть меня, это мой фольклор, да. А, мой фольклор – ключевой момент. Мой фольклор, то есть… Да, фольклор всегда мой, да. Если мы говорим про какую-то группу людей, это могут быть там, я не знаю, IT-специалисты или военные там, или кто-то еще, у них есть какой-то свой жорганизм, свои шутки, свои мемы. Вот 330, допустим, отличный пример, да, военный фольклор. Ну, и кроме единственного момента, что у него есть конкретный автор. Ну, да, есть. Да, если вот все начнут его петь и забудут про автора, и он станет, если эта песня станет народной, наверное, да. По факту оно уже стало, мне кажется. Там уже каждый от себя… Ну, мне кажется, какое-то время должно пройти, чтобы мы оценили, это народная часть культуры или нет. Понятно, спасибо. До Советского Союза действительно была классическая, так скажем, культура, да, европейская, даже и у нас в стране, и была та самая народная, да. Потом появляется массовая культура, и в ее рамках выставляются определенные требования, которые где-то соответствуют классической. Ну, то есть эстрадные певцы, там, 40-х, 50-х, 60-х и так далее, они равняются на, ну, скажем, на высокий стиль в этом смысле. То, что происходит в 90-х, это, мне кажется, просто понижение, массовой культуры до уровня как раз-таки такого народного, почему, ну, вульгарно-народного. То есть, грубо говоря, тот самый рэп, который сегодня мы упоминали, это же, по сути, частушки, ну, очень-очень огрубляя, скажем, да. И мне кажется, что вот этот диапазон, собственно, он в рамках массовой культуры и будет существовать, и, возможно, мы будем где-то подниматься вверх, где-то опускаться. Возможно, как раз нужно просто более, больше примеров исполнительных, которые тянутся к какому-то высокому уровню. Частушки, кстати, очень мало имеют общего с рэпом. Это какое-то такое странное расхожее мнение. Структура, явления, в общем, очень разные, потому что каждая частушка – это замкнутое и отдельное произведение, которое может быть включено в какой-то, условно говоря, батл, но каждая частушка, тем не менее, это произведение, которое в двух или в четырех строках выражается полностью. Полностью от начала, ну, то есть оно начинается и заканчивается. Оно вообще… Оху танка. Да, это такой, да, это абсолютно замкнутый универсум. Есть еще вопросы? Как-то так, ну, заострили внимание, когда вы сказали про вибрато, да, вот, то, что в народных нет, в народном творчестве оно не присутствует. Вот, я что-то эти тирольские штучки вспомнил все. Ну, мы слышали, наверное, в основной своей массе все мы присутствующие тирольские вот эти штуки тоже в виде какого-то поп-продукта такого наиболее раскрученного, да, то есть мы не слушали каких-то местных исполнителей. Вот, я читал замечательную книжку Дэвида Бирна, тоже рекомендую, называется, по-моему, «Как работает музыка». Там есть рассуждение про вибрато, и там, например, он говорит о том, что этот элемент вводился исполнителями, когда в эпоху граммофонной записи, когда музыку записывали для граммофонных пластинок, ее записывали тоже на валике, и для того, чтобы сделать общий сигнал, вернее, сигнал, ну, если, например, записывается какой-то ансамбль, или ансамбль певцов, или ансамбль музыкальный, и вибрато используют для того, чтобы просто сделать сигнал голоса звонче, и чтобы его было более хорошо слышно. И на самом деле, то есть это чисто такая прагматическая штука, которая там реально делает голос громче, когда он вибрирует. Да, и на мой взгляд, вот этот вариант, это такой знак черная, ну, метка, я не знаю, тавро поп-культуры, потому что в очень многих, вот наиболее вот этих всех стилях, там, эстрадного вокала, вот без этого уже сейчас никуда, и это, когда ты слышишь это, это как-то прямо, ну, нечто очень пошлое, на мой взгляд. Еще один вопрос. Вот ваше мнение, вот любая идея должна быть научной и популярной, а вот как делать фольклером, вот, народную культуру популярной, ну, среди, ну, обывачивых, сложно говоря, ваше мнение? Ну, мы вроде вот только что отвечали, уже говорили об этом, насчет популярности. Во-первых, нужна ли ему популярность для реально фольклора, ну, как вот, для регионального фольклора вне своих границ? Народная культура, она народная, именно как общенациональная, у любого народа есть такие песни, которые объединяют, которые, ну, вот в этом плане, если вот чисто традиционная культура, то если будет такой, если будет такой социальный заказ, то это должны быть какие-то большие усилия государства для этого. Друзья, я тогда сейчас поставлю, наверное, последний аккорд. Я, Алексей, хотел подарить тебе сборник. Мы тут работали со студентами из ЛДНР в прошлом году в рамках проекта народного университета имени Дарьи Дугиной. И, собственно, вот, возьми, пожалуйста, если будет интересно, почитай, полистай. Мы здесь о культуре как раз рассуждаем, о некоторых очертаниях будущего. Очень книжки люблю. Здорово. Что ж, друзья, тогда поблагодарим Алексея. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok